Вот уже несколько лет автопарк «Алдан Золото» пополняется. Горнорудная компания в рамках инвестиционной программы активно приобретает и вводит в строй не только большегрузные самосвалы, но и вспомогательный транспорт. Продолжит Руслан Павлов. Сияющие свежей краской, словно с картинки, самосвалы, поступившие недавно в «Алдан Золото», в умелых руках специалистов на глазах приобретают законченный вид. Скоро четырем новобранцам на линию вслед за десятками других, которые трудятся в карьерах компании. Очень сильно повысился коэффициент технической готовности парка. Автосамосвалы новые, качественные. Большую часть времени они находятся на линии. Единственное, когда они окажутся в гараже, это когда подходит время технического обслуживания, приезжает сервисная служба, проводит техническое обслуживание, и машина поехала дальше. Пополняется и парк вспомогательного транспорта. Три новых мобильных кухни на базе «КамАЗ» готовы выехать в поле, чтобы накормить сотрудников без отрыва от производства. Кухни оснащены всем необходимым для питания людей. За смену в таких кухнях могут питаться более 40 человек, по 5-6 сотрудников за раз. Внутри находятся две умывальные, две микроволновые печи. Отдельная идет для приготовления и отдельная для кормежки помещения. В первой декаде октября коллектив перешагнул очередной знаковый рубеж – 4 тонны золота с начала года. Поэтому можно с уверенностью говорить, что в ноябрь предприятие вошло с хорошим заделом по всем показателям. Напомним, что золотодобытчиками Нижнего Куранаха в этом году запланировано извлечь на золотоизвлекательной фабрике более 5 тонн золота. Хотя еще 5 лет назад в горнорудной компании только мечтали о таких объемах. Продолжающееся повышение эффективности производства позволяет золотоизвлекательной фабрике выйти на уровень переработки 5 миллионов тонн руды в будущем году. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, НВК Саха, Алдан.